Доброе утро на часах 6.36. Вы смотрите Хард Ньюс на ТВК. Это первые новости в Красноярске. В студии Сергей Григорьев и Виктория Столярова. Сегодня понедельник, 12 ноября. И прямо сейчас обо всех новостях, которые вы пропустили, пока спали. Встречи Путина в Париже. С Трампом поздоровался, лимузин показал, рассказал о демократии. В Хакасии наконец-то выбрали губернатора. За последние три месяца это пытались сделать четыре раза. Судят по одежке в Сахалинской школе. Учительница высмеяла девочку перед всем классом из-за дыры на кофте. И прямо сейчас к первым новостям, которые мы за эту ночь пропустили. Владимир Путин высказался против составления списка хороших и плохих СМИ. Президент России считает это далекая от демократии ситуация. Об этом он заявил в интервью РТ Франц во время своего визита в Париж. Давайте послушаем. Главный принцип демократии, один из главнейших принципов демократии, это свобода распространения информации. А вот составление различного рода списков, советов, которые должны принимать решения, какие средства информации хорошие, а какие плохие. Вот это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Это ничего общего не имеет с демократией. Кроме того, Путин сообщил, что с американским президентом на встрече в Елисейском дворце пообщаться ему не удалось. Со своим коллегой они только поздоровались, а за деловым завтраком главы государства сидели не вместе, как ранее предполагалось. Однако решение и желание встретиться у обоих президентов есть, но возможно не на территории Франции. Ну а у других гостей встречи Путин удивил своим кортежем. Встречал его в аэропорту лимузин российской марки «Аурус». Но еще немного о политике. Подсчет голосов на выборы губернатора Хакасии практически завершен. На данный момент обработано больше 99% бюллетеней. Победу одержал единственный кандидат – коммунист Валентин Коновалов. Он набрал 57,63% голосов. Для победы ему было необходимо набрать больше половины. В бюллетенях была всего одна фамилия. Избирателям нужно было поставить галочку «за» или «против». За последние три месяца в Хакасии уже четвертый раз пытаются выбрать главу региона. В первом туре в сентябре Коновалов обошел действующего и поддержанного Москвой главу республики Зимина. Затем перед вторым туром соперники Коновалова все один за одним сняли свои кандидатуры. Прекрасные выборы в России, когда побеждает один кандидат, и он же один и участвовал. Вика, есть еще новости? Да, мы, конечно же, продолжим следить за ситуацией в Хакасии, но прямо сейчас к другим новостям. 60 миллионов долларов. Именно в такую сумму обойдется запуск новой российской ракеты «Союз-5». Об этом говорится в видеозаписи «Роскосмоса», которую в своем твиттере опубликовал глава ведомства Дмитрий Рогозин. На записи отмечается, что с космодрома Байконур в течение 40 лет планируется провести 240 пусков ракеты «Союз-5». И запуски будут производить с помощью ракетного комплекса. Это совместный проект России и Казахстана. Эксплуатация комплекса позволит предприятиям России и Казахстана ежегодно осваивать 360 миллионов долларов при 6 пусков в год. Видео подчеркивается, что ракета сможет составить конкуренцию таким ракетам, как «Фалькон-9» Илона Маска и европейской «Ариан-6». Общий бюджет на 40 лет составит почти 14,5 миллиардов. Пока мы тратим деньги на покорение космоса, в Сахалинской школе учителя ведут себя немного неподобающим образом. Учительница при всех отчитала школьницу за дырку на кофте, назвала еще и девочку приемной. Все произошло на уроке русского языка и литературы в небольшом городе Сахалинской области. Учительница рассказала, что она старается одеваться опрятно, чтобы ученикам было приятно на нее смотреть. Девочка расфлакалась после слов о ее родителях и факте удочерения. Класс в это время смеялся. Вот фрагмент речи преподавателя, который ученики, конечно же, записали на камеру мобильного телефона. Давайте послушаем. У тебя есть родители? У тебя родители есть? Есть. Они вообще адекватны? Я приемная. Ты не, я уже вижу. Я уже вижу, что ты неадекватна. Приемная. Ты приемная? Ты родной ребенок или приемная? Да. Что да? Что вы с вами поняли? Да я что-то такое невероятное спрашиваю. Это сейчас нормальное явление. Да. Сейчас известно, что школа уже принесла извинения девочке и ее родителям, а с учительницей поговорили на предмет более корректного поведения. Ну и прямо сейчас мы рассказали вам о новостях, которые произошли этой ночью и готовы уже рассказать о том, чего ждать от сегодняшнего дня. Сегодня в суде рассмотрят первый иск по Кэшбери. Напомню, Центробанк усмотрел в компании признаки крупной финансовой пирамиды. Церемония открытия парадельфийских игр сегодня состоится в столице Удмуртии. Более полутора тысяч особенных участников сразятся за звание лучших. Перенесенный из-за непогоды матч молодежного Енисея с Краснодаром сегодня все-таки состоится. Вот где и когда, расскажем чуть позже. Хард Ньюс. Утром на ТВК. Леопарда сообщает, что животное было без намордника. Без явных на то причин Леопард прыгнул на ребенка, и дрессировщику удалось оттащить животное от девочки. Она отделалась испугом, царапиной на шее и порванной одеждой, пишет издание. Несмотря на то, что травма оказалась легкой, девочке все равно предстоит пройти курс уколов от бешенства. По факту инцидента правоохранительные органы уже начали проверку. Кстати, напомню, похожий случай происходил в конце октября под Краснодаром во время представления в передвижном цирке. Львийца неожиданно отреагировала на аплодисменты и накинулась на девочку, сидящую в первом ряду. Хищница дотянулась до ребенка и вытянула ее на площадку. Ребенок тяжело пострадал в результате нападения и впал в кома от 6 ноября. К счастью, девочка пришла в себя. Ну и прямо сейчас к еще одной обсуждаемой теме. В социальных сетях обсуждают как небольшой казус, который произошел с солдатами НАТО. Итак, солдаты НАТО опозорились на учениях в Норвегии. Местные жители составили более 400 жалоб на военнослужащих НАТО, пишут РИА Новости. Авторами большинства обращений были фермеры, чьи поля были повреждены военной техникой. Однако некоторые местные жители пожаловались на то, что военные справляли естественные потребности возле детских садов, школ и спортивных объектов. Это ужасно, это вопрос соблюдения элементарных правил приличия. Солдаты облегчаются, а мы должны за ними убирать. Это цитата от майора вооруженных сил Норвегии. Представитель НАТО был вынужден принести извинения за такие незапланированные инциденты подобного рода. Вот они интересные солдаты НАТО. Нет, чтобы помочь, наоборот, картошку выкопать, окучить. Они решили таким образом. Дорогим новостям. Пользователи социальных сетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко. После того, как американский лидер Дональд Трамп не стал прожимать ему руку во время торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Она проходила в Париже. После прибытия к Триумфальной арке глава Белого дома пожал руку сразу нескольким гостям мероприятия. При этом Трамп оставил украинского президента без внимания. Хотя тот, как отмечают в сети, пристально на него смотрел. Кстати, есть огромное количество комментариев. Несколько из них могу зачитать. Этот взгляд щенка, пишут пользователи. Или пишут, как Брошенко на него покосился. Ну и вот еще творчество из социальных сетей. Трамп на вопрос, почему он не подал руку Порошенко, пояснил, что этой команде Поросенок Петр еще не обучен. Это цитата. Ну и прямо сейчас я предлагаю все-таки перейти к актуальной информации для нашего города. Это экология и загрязнение атмосферы. Сегодня на 5 часов утра, к слову, фиксировались небольшие загрязнения. Вот мы смотрим на карте Красноярск-Небо. Тоже превышение загрязняющих веществ в воздухе есть. Только три датчика показывают, что воздух чистый. Это такие районы, как улица Железнодорожников, Образцова и Юности. Все остальные, вот мы видим, есть даже вот такие максимальные красные превышения практически во всех районах города. Ну а я напоминаю, что действует горячая линия Министерства природы и экологии, куда вы можете позвонить и пожаловаться на коптящую трубу. Номер телефона 21 21 706. И если поступит 5 заявок от жителей одного района, то на место приедет выездная эколаборатория и сделает замеры. Следим не только за экологией, следим и за новостями культуры. Как, например, Андрея Новости пишут, не очень веселые, конечно, новости, но все-таки о культуре. Гитарист американской рок-группы Айра Смит Джо Перри был госпитализирован во время концерта в Нью-Йорке. Об этом пишет местное издание. Сообщается, что после исполнения песни в субботу вечером музыкант вернулся в свою гримерку и выглядел ужасно. Это цитата его коллега. Музыкант был незамедлительно госпитализирован. Дополнительная информация об инциденте еще пока не приводится. Будем следить за этой ситуацией. Отмечу лишь, что группа Айра Смит была создана в 1970 году, а в 2016-м они объявили о своем прощальном турне. Ну и самое время рассказать о синоптической картине дня. Сегодня утром синоптики прогнозируют минус 24 градуса, днем потеплее до минус 19. К вечеру температура воздуха составит минус 16 градусов. Ветер переменной будет дуть со скоростью от 3 до 6 метров в секунду и ожидается весь день небольшой снег. Ну и информация о курсе валют. Доллар сегодня стоит 66 рублей 85 копеек. Курс евро 75 рублей 81 копейка. Еще об актуальных новостях. Прямо сейчас Лен Тару пишет, Россию заподозрили в нарушении работы GPS-системы. Премьер-министр Финляндии заявил, что Россия может иметь отношение к серьезным сбоям в работе системы GPS во время учений НАТО, о которых мы рассказывали уже до этого. Эти слова передает финская телерадиокомпания. Цитата. Эту систему довольно легко вывести из строя. Вполне возможно, что за этим стоит Россия. Это послание всем странам, участвующим в военных учениях. Еще также глава государства уточнил, что работа системы была нарушена специально, подчеркнув это. Ну и к другим новостям. Прямо сейчас узнаем, что ждать от сегодняшнего дня. Сегодня ожидаем. Сегодня в суде рассмотрят первый иск по Кэшбери. Напомню, Центробанк усмотрел в этой компании признаки крупной финансовой пирамиды. Церемония открытия парадельфийских игр сегодня состоится в столице Удмуртии. Более полутора тысяч особенных участников сразятся за звание лучших. Перенесенный из-за непогоды матч молодежного Енисея с Краснодаром сегодня все-таки состоится. Где и когда, расскажем чуть позже. Всем еще раз доброе утро. Вы смотрите Хард Ньюс. Это первые утренние новости в Красноярске. В начале нашей программы мы уже рассказали вам о том, что произошло, пока вы спали. Прямо сейчас о том, что ждать от дня сегодняшнего. Итак, сегодня суд рассмотрит иск о блокировке Кэшбери. Это будет первое заседание. Пройдет оно в Ростове-на-Дону. С иском в суд обратилась местная прокуратура. А я напомню, ранее Центробанк назвал Кэшбери одной из крупнейших финансовых пирамид и оценил ущерб от ее деятельности более чем в 1 миллиард рублей. Кэшбери называет себя финансово-инвестиционным холдингом, с симбиозом из множества компаний, которые взаимодействуют между собой на благо обычных людей. На ее сайте говорится, что вкладчики могут рассчитывать на доходность до 1,5% в сутки и до 150% в месяц. Ну и в раскрутке проекта участвовали звезды. Это Ольга Бузова, Николай Басков, Валерий Меладзе и другие. 11 октября основатель Кэшбери Артур Варданян объявил об уходе на каникулы до 1 ноября из-за травли со стороны СМИ. Вывод средств для вкладчиков на это время приостановлен. Мы пообщались с финансовым экспертом Дмитрием Зотовым, и он нам рассказал, что же все-таки стояло за Кэшбери и как себя обезопасить на будущее, потому что такие компании будут появляться еще и не раз. Давайте послушаем. Совет очень простой. Легких денег не существует на сегодняшний день. И если человек видит даже доходность или рекламу, в которой говорится о том, что мы вам гарантируем доходность 3% в месяц или 30% в год или 20% в год, то это, скорее всего, является одним из очередных этапов либо финансовой пирамиды, либо не очень благонанежной организации. Дело в том, что на сегодняшний день нормальный средний уровень доходности, который можно получать, более-менее гарантированно, он ограничивается 12% на годовых. И максимум 13% – это то, на что можно на сегодняшний день ориентироваться. А все остальное – это уже будет с определенным риском. Поэтому здесь, я думаю, люди ориентируются в первую очередь на то, что они первыми успеют зайти, первыми получать доходность в той или иной пирамиде и первыми выйдут. Но по факту, чаще всего это оказывается не так. Будьте внимательны. Еще раз напомним, речь шла про компанию «Кэшбереда», в которой Центробанк нашел признаки финансовой пирамиды. К другим событиям, к спортивным. Сегодня пройдет церемония открытия парадельфийских игр. Все пройдет в Ижевске. Масштабное мероприятие будет проходить 6 дней с 11 по 17 ноября. Дельфийские игры – это творческие соревнования среди людей с инвалидностью. В столицу Удмуртии приедут 1500 особенных участников из 52 регионов страны и 26 стран мира. Насколько я знаю, красноярцы тоже там будут. Мы, конечно же, желаем участникам удачи. Будем следить за развитием событий. Продолжая спортивную тему, сегодня сразятся футболисты молодежных команд «Енисей» и «Краснодар». Матч должен был пройти еще накануне, но игру перенесли из-за того, что спортсмены из Краснодара не могли вылететь из города из-за погодных условий. Напомню, плотный туман опускается на Краснодар уже вторую ночь подряд. Это сказывается на работе транспорта. Самолеты не могут взлетать из-за плохой видимости. Утром были задержаны, вчера утром были задержаны 17 рейсов, в том числе международных. Так вот, игра молодежных команд пройдет сегодня вечером в крытом манеже футбол-арена «Енисей», что в роще. «Ария новости» сообщает, вот только что вышла новость, что кандидат от КПРФ победил на выборах главы Хакасии. Уже подведены все последние итоги. Все подсчитано и можно поздравить. Я отмечу, напомню, что это был единственный участник выборов, больше соперников у него не было. Это был четвертый тур. Да, это четвертый раз, когда жители региона пытались выбрать губернатора Хакасии. Валентин Коновалов теперь будет главой республики. Он от партии КПРФ пишет «Реа новости», что данные избиркома уже опубликованы на официальном сайте. Ну и мы вам рассказали, что ждать от сегодняшнего дня не только в Красноярске, но и в мире и в Хакасии. А теперь расскажем, напомним точнее, что произошло, пока мы спали. Встреча Путина в Париже. С Трампом поздоровался, лимузин показал, рассказал о демократии. В Хакасии наконец-то выбрали губернатора. За последние три месяца это пытались сделать четыре раза. Судят по одежке, в Сахалинской школе учительница высмеяла девочку перед всем классом из-за дырки на кофте. Еще раз доброе утро. Вы смотрите Хард Ньюс на ТВК. Это первые новости в Красноярске. И мы рассказываем вам о том, что происходит в России, мире и в нашем городе, пока наш город, по крайней мере, спал. Владимир Путин высказался против составления списка хороших и плохих СМИ. Президент России считает это далекой от демократии ситуацией. Об этом он заявил в интервью изданию РТ Франц во время своего визита в Париж. Давайте послушаем. Главный принцип демократии, один из главнейших принципов демократии это свобода распространения информации. А вот составление различного рода списков, советов, которые должны принимать решения, какие средства информации хорошие, а какие плохие. Вот это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Это ничего общего не имеет с демократией. Кроме того, Путин сообщил, что с американским президентом на встрече в Елисейском дворце пообщаться ему не удалось. Со своим коллегой они только поздоровались, а за деловым завтраком главы государств сидели не вместе, хотя все этого ждали. Однако решение и желание встретиться у обоих президентов есть, возможно, просто не на территории Франции. Антураж не тот, наверное. Но других гостей встречи Путин удивил своим кортежем. Встречал его в аэропорту лимузин российской марки Аурус. Ну и мы уже рассказали, что на этой же встрече произошел еще один такой казус. Президент Украины Петру Порошенко не пожал руку Дональд Трамп, о чем он очень сильно переживал. Пользователь соцсетей отмечает, что Петр Порошенко очень сильно ждал этого и смотрел. Ну, видимо, Дональд Трамп решил этого не делать. Ну и еще одна самая обсуждаемая новость последних суток. Учительница при всех отчитала школьницу за дырку на кофте, назвав девочку приемной. Все произошло на уроке русского языка и литературы в небольшом городе Сахалинской области. Учительница рассказала, что она старается одеваться опрятно, чтобы ученикам было приятно на нее смотреть. Девочка расплакалась после слов о ее родителях и факте удочерения. Класс в это время смеялся. Вот фрагмент речи преподавателя, который ученики, конечно же, записали на камеру мобильного телефона. У тебя есть родители? У тебя родители есть? Есть. Они вообще адекватны? Я приемная. Ты не? Я уже вижу. Я уже вижу, что ты не адекватна. Приемная. Ты приемная? Ты родной ребенок или приемная? Да. Что да? Что с вами? Да я что-то такое невероятное спрашиваю. Это сейчас нормальное явление. Да. Ну, мне дети намекнули, я спросила. Что ты же даешь? Ну, и уже известно, что школа принесла извинения девочке и ее родителям, а с учительницей поговорили на предмет более корректного поведения. Прямо сейчас о погоде в городе Красноярске. Сейчас у нас температура воздуха составляет минус 25 градусов. Будет теплеть в течение дня и уже к вечеру будет минус 16, днем будет минус 19. Ветер переменный 3-6 метров в секунду, небольшой снег, давление 739 миллиметров ртутного столба будет падать в течение дня. Ну, и об актуальной информации о курсе валют. Доллар сегодня будет стоить 66 рублей 85 копеек, курс евро 75 рублей и 81 копейка. На этом информационное благоущее не закончено. С вами была Виктория Столярова. И Сергей Григорьев. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok